Вы смотрите отзыв об отеле Бамбу Бич Хоутел энд СПА, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Олива, который был в нем в 2010 году. Ровно 4 месяца назад, 29 июня 2010 года, я прилетела из Доминиканской республики. И вот 29 октября, я снова отправилась в путь, когда Боинг 767 авиакомпании Трансайра «Бодро», разбежавшись по взлетно-посадочной полосе аэропорта Кольцова, поднялся в воздух и взял курс на Пхукет. Год назад, улетая, я обещала Таиланду вернуться. Я выполнила обещание, описывать перелет я не буду, так как он прошел так же, как все остальные перелеты. И вот через 8, часов 20 минут после вылета шасси самолета наконец коснулись тайской земли. Мы в Таиланде, температура за бортом плюс 28 градусов. Тур-оператор, Ланта Тур, никаких нареканий за все время пребывания на Пхукете, встретили, проводили все без проблем. Гид всегда была на связи с нами, так что тур-оператору можно смело поставить 5. Молодцы. Отель. Когда мы бронировали, отель назывался Малибу Айленд Клаб. К нашему приезду его успели переименовать, теперь он называется Бамбу Бич Резорт Энг Спа. Встретили нас с приветственными напитками и сразу же проводили до номера. Номер небольшой, но чистая сантехника работала нормально, в номере все стандартно, кровати, телевизор, тумбочки, шкаф, сейф, кондиционер, чайник с набором для приготовления чая и кофе, ежедневно, пополняется бесплатно. Если честно, номер несколько темноват, так как номера на первом этаже. Бунгального типа, затемненная дверь является и окном, и выходом в бассейну. Поскольку, номера проводить отпуск не планировали, нас все полностью устроило. Отель небольшой, всего 40 номеров, территория маленькая, вся в зелени и цветах. Отель. Спокойный, подходит для семейного отдыха. Расположен на пляже Калим, в пяти минутах от Патанга. С его бурной жизнью, все в пешей доступности, и при этом в отеле очень тихо, можно отдохнуть. В спокойствии. В завтраке однообразное, омлет, овощной салат, сосиски, жареный бекон, тосты и фрукты. Из напитков, чай, кофе, сок. Шопинг и цены. От отеля до торгового центра Джонсейлон 20 минут, идти прогулочным шагом. В основном все. Вещички покупали там шорты, футболки, сувениры. Цены ниже, чем на улице, футболка стоит. От 79 бат, шорты 220 бат, платья, сарафаны от 100 бат. Там же кушали в японском ресторанчике Фуджи, очень понравилось, все вкусные цены низкие. Средний ценник на одного человека, 200-300 бат с зеленым чаем. В отделе Буц покупали тайскую косметику, качество отличное, и цены приемлемые. В магазине Карафалк покупали ежедневно фрукты, напитки, готовую еду, очень понравились. Жареные креветки в кляре, а в твердый знак еденье. Вкусные булочки в цветной глазури. Часто кушали в тайском ресторанчике на побережье Паттанга, ресторан назывался Тайфутен. Сифу, на одного человека выходит в среднем 100-150 бат. Суптонгха стоит 100 бат, рис. Морепродуктами 80 бат, рис с ананасами и кешью 100 бат. Порции просто огромные. Соки, фреши по 40 бат, кокос 30 бат. Вечерами гуляли по Паттангу, бывали и на знаменитой улице Бангла Роуд, весело звучит. Музыка, но постоянно пристает зазывала на гоу-гоу-шоу, бары, торговцы с сувенирами и тому подобная экскурсия. Экскурсии брали на улице, цены в двух раза ниже, чем у туроператора. Хип-хи брали за 950 бат на человека. Организовано все отлично, трансфер из отелев. Назначенное время, на острова ехали на скоростном катере. Приплыли на знаменитой Мэя-бэй, где снимался фильм «Пляж», красиво, но очень много народа. Затем покатались по лагуне, побывали у пещеры викингов. Затем была остановка на Манке-бич, острове Обезьян. Выдали, бананы для кормления, обез твердых знак янок, пофотографировали их. Затем был сноркелинг, обед на острове Кхик-Хидон и купание на коралловом острове Коук-Хай. Во время всей экскурсии на катере были напитки, вода, соки, фанта-пепси, пиво и фрукты, ананасы и арбузы. Все бесплатно. Экскурсия Каалак, стоимость 1500 бат. Включает в себя сплав паркев на бамбуковых плотах, катание на слонах, купание в водопаде. Посещение сада Орхидей. Обзорная экскурсия. Бесплатную обзорную экскурсию организовала Ланта-Кур в первый полный день пребывания на Хукете. Экскурсия включает посещение смотровой площадки, посещение змаиной фермы, храм в Ат-Челонг, латексная фабрика, ювелирная фабрика, фруктовый рынок. На смотровой площадке, кроме фотографирования, в общем делать особо нечего. На змаиной ферме посмотрели шоу с кобра и питоном, затем желающим предлагали продегустировать настойку из желчного пузыря кобра. Храм в Ат-Челонг, очень красивый, большая ухоженная территория, на осмотр всего дали 40 минут. На латексной фабрике рассказали, как добывают каучук и как производят изделия из натурального латекса. Дальше была ювелирная фабрика, сначала седьмыми минутный фильм о драгоценных камнях Таиланда, затем посещение ювелирного цеха и, наконец, выставочный зал, где можно приобрести понравившиеся украшения. Цены невысокие, а жерель из личного жемчуга можно купить за 500-600. Бат кольца серебра и золото с жемчугом, топазом, гранатом, аметистом и другие. Камнями цены. Начинаются от 1000 бат и до бесконечности. Выбор огромный на любой вкус и кошелек. Фруктовый рынок. Здесь была возможность попробовать все фрукты и купить понравившиеся. Цены. В двух раза выше, чем в джанце и ойлане на Татанге. Связь. В аэропорту Гид выдала нам местную сим-карту 1-2 пол. Звонки в Россию через код 009 стоят 5 бат в минуту. Качество связи отличное. За 10 дней при ежедневных разговорах проговорила 200 бат. Очень выгодно. На вылете из Пхукета отличный дьюти-фри. Хороший выбор ювелирных изделий из жемчуга, серебра, золото, спиртное, парфюм, сувениры. Можно купить орхидеи в подарочной коробке, очень красиво. Цена от 390 до 720 бат, в зависимости от размера коробки. Улетать было очень грустно, Пхукет принял нас с теплотой и гостеприимством. Но отпуск закончился, и дома нас ждал серый и прохладный ноябрь. До новых встреч, Пхукет. Для себя я решила, что обязательно прилечу к тебе снова. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.